Мировое сообщество Новейших изгнанников Об этой картине мира Создающейся на наших глазах Подкаст-сериал «Гуманитарный коридор» По ширине этого коридора Будут судить о морали И ответственности нашей эпохи Ведущие Иван Толстой И Игорь Померанцев Наша собеседница сегодня Сусанна, армянка из Херсона Бежавшая с дочкой от войны И живущая сегодня в Ереване Какие ваши были чувства И впечатления в последние дни Перед отъездом из Херсона? С Херсона мы выехали 10 ноября Все месяцы предыдущей оккупации Мы находились в городе Херсоне Наверное с надеждой Что этот кошмар закончится А последние дни мы понимали Что мы уже остались без света Без воды, без газа Ракетные удары усиливались Жестокость оккупантов усиливалась Я понимала, что мне нужно Вывозить оттуда ребенка По добру, по здорову Пока она еще жива Мы выезжали рано-рано утром Все катера уже были потоплены Это было сделано в той цели Чтобы люди не могли выехать Мы выезжали на грузовом катере Дети были закинуты Заброшены банановыми ящиками Чтобы их не было видно И нам, как тогда казалось Это могло спасти детей от пули Которые летали над нашими головами Скажите, а чем вы занимались По жизни в Херсоне? Что вы делали? Ваша профессия? Я работала в детском саду Дочь моя училась в политехническом колледже И сад, и колледж И все, что нам родное К сожалению, это, можно сказать Что больше не существует Все подлежит восстановлению Когда это все будет непонятно Потому что по сей день Жестоко город, в котором мы жили Уничтожается ежедневно Целенаправленно и жестоко По жилым домам По детским садам По школам По людям На остановках До сих пор Там украинские войска Сейчас в Херсоне Но ситуация намного хуже Чем мы могли себе представить Когда последний день Что вы ходили на работу? Когда был для вас Рабочий последний день Мой рабочий последний день Был 23 февраля Мы готовились к открытому занятию Которое должно было быть 24 февраля Мы подготовили все материалы Все так и осталось на столе И мы деткам сказали До побачения До завтра Ну и завтра уже не было Потому что Рано утром нам всем дали знать Что началась война И детей мы не принимаем На этом наша счастливая жизнь Закончилась Как вы эти месяцы Выживали в Херсоне? Работали ли магазины? Как вы питались? Нет Нет Они все обворовали Мародерство Воровство Бандитизм Мы выживали Мы выживали как могли Я Не могу даже вам слова подобрать Сказать как мы там выживали Мы отказались работать на оккупантов Весь наш детский сад Практически Из 50 человек 48 человек Отказалось работать И поэтому Мы жили Ну выживали Да Выживали Вот Оккупанты не заставляли вас Идти на работу Или кого-то из ваших знакомых? Нет Нет Они не заставляли нас Идти на работу Они сказали Что если вы отказываетесь Работать Значит освободите Помещение Желающих было богато Как им казалось Работать на них Вот Мы захотели на них работать И мы не будем работать Никогда Даже будем умирать С голоду Давайте вернемся К катеру Вот вы едете На катере Куда шел путь катера? Мы жили на правом берегу Город Херсон Мы должны были переправиться На левый берег Где сейчас город Олежки Который еще К сожалению Оккупирован Мы через Олежки Должны были ехать В Крым На автобусе А потом оттуда Пересекать границу Нас спрашивали На границе Мы очень готовились Тщательно к этой границе Потому что они проверяли И телефоны И вещи И документы И кем мы работали Они спрашивали Нас Херсонцев Почему мы покидаем Российскую Федерацию Вы понимаете Что это психологически Они просто Издевались над нами Понимаете Это Ну как ответить На этот вопрос И Я даже не помню Маша Что мы ответили Я даже не помню Они нас пропустили Потому что Наверное 11 числа Уже зашли Украинские войска И мне кажется Что они уже знали Что украинские войска Зайдут И они нас выпустили Как-то вот Меньше уже людей было Потому что Основная масса уехала В Херсоне осталось Ну может быть 20% людей Это те Которые просто Не могут выехать Потому что они Старые Лежачие Или те Которые не могут Оставить этих пожилых И лежачих людей Вот И мы потом На автобусе С Краснодара Приехали в Ереван Что вы делаете Сейчас в Ереване Сейчас Я работаю Я ухаживаю За ребенком Дочь моя Учится дистанционно Продолжает учиться В Одесском Политехническом Колледже Мы живем Организация Допомова Нам предоставила Жилье Мы уже живем Здесь 4 месяца Это моя Историческая родина Я же армянка Сама по национальности А я все равно Надеюсь Что я вернусь домой К себе Много ли вас таких Как вы Из Херсона Армян Много Много людей Много беженцев Много Люди спасали своих детей Мы даже вещи не брали Я вам говорю Что вообще Никаких ценностей Кроме жизни Нету больше Я это поняла сейчас Можно узнать Вашу фамилию Моя фамилия Это нужно Да Нет Только если вы хотите Нет Я не хочу Хорошо Хорошо Я не настаиваю Нет Нет Это просто так Может быть Вы хотели бы Да Позвольте пожелать Вам удачи Здоровья И счастья Вот видите Я не думала Что я опять расплачусь Я думала Я спокойно с вами поговорю Вы меня простите За эмоции Ну что вы что вы Конечно Я прекрасно это понимаю Держитесь Будет победа Доброе Все будет Украина Абсолютно точно И пожалуйста Обнимите вашу дочку И держитесь Всего хорошего Обниму Спасибо До свидания Счастья вам Всего хорошего До свидания Спасибо О своей судьбе Рассказывала Сусанна Беженка Из Херсона Новый сезон Меняет оптику Моего подкаста Геннис Взгляд из Нью-Йорка Станет пристрастным Взглядом на Нью-Йорк Каждая экскурсия Этого цикла Расскажет о том Что я больше всего Люблю в городе Где провел почти полвека Не перестав ему удивляться Слушайте на привычной Для вас подкаст Платформе Вы слушаете подкаст Гуманитарный коридор Украина Война Беженцы Ведущие подкаста Игорь Померанцев И Иван Толстой Наша следующая Ереванская собеседница Экономист И волонтер Елена Шевчук Елена Где вы преподавали Именно И что вы преподавали Я преподавала Экономическую теорию В Одесском Национальном Экономическом Университете И что заставило Вас уехать в Армению Меня ничего Не заставляло Я Добровольно Я была В декретном отпуске И мы приехали Просто сюда Как путешествие С внуком И приехав в Армению Мы просто Чуть-чуть дольше Чем планировалось Остались И потом Когда я вернулась Я вернулась преподавать Но В какой-то момент Стало понятно Очевидно Что все-таки Мне лучше жить здесь Война каким-то образом Опалила вас Застала Вы знаете Меня застала война Здесь Которая была В двадцатом году Армянская война Вот эта 44-дневная Если знаете о ней Я была свидетелем Этой войны В Одессе Я не была В момент начала войны У меня очень Тесные связи С Украиной Хотя бы потому Что я там И работала Я постоянно Там Находилась Несколько месяцев В году И плюс Там мои родители Мама, папа Там мой родной брат Практически В каждом городе Крупном Украины У меня есть родственники И фактически Здесь вообще Не огромное количество людей Я знаю Кто из какого города И вот Когда по какому-то Из городов Бьют Я сразу вспоминаю Кто из этого города Пишу возможно Или спрашиваю Через какое-то время А как там твои Или Где это было Знаешь ли ты Что это за место Куда ракета Например попала Елена С вашего позволения Я буду обращаться К вам Олена До массового вторжения России в Украину В феврале В Украине проживало Около 100 тысяч Армян Есть ли хоть какая-то Приблизительная статистика Сколько украинских Армян Переехала в Армению Другие страны У меня немножко Другая статистика По количеству Изначально проживавших Армян Потому что вроде бы Как официально Их проживало Около 300 тысяч А неофициально Я даже слышала Цифру 700-800 тысяч И потом есть такой вопрос Как смешанные семьи Например отец армянин Или мать армянка Отец украинец Дети являются Вроде бы как украинцами Но они В том числе и армяне тоже Таких семей тоже Очень много Но они В таком виде В статистику Не попадают По количеству Приехавших Есть некое Знаете Есть Граждане Украины Армяне А есть армяне Граждане Армении Которые жили в Украине И эти цифры Есть Официальной статистике Армении Где-то Определения Либо есть Многодетные семьи Потому что мужчины Которые 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 Больше троих детей Выпускают Продолжаем Какие адреса Нужно ехать Какие документы Нужно переводить Какие не нужно Есть тут такой нюанс Что получившие Первоначальную карточку Беженца Люди Не должны Дальше переводить Документы Чтобы получить Любые услуги И мы об этом Обязательно говорим Потому что Нотариальные переводы Заверения документов Армении Очень дорогие Я думаю Что в других странах Так же И вот эти все Маленькие нюансы Информационные Они очень-очень Важны И нужны людям Алена У меня к вам Вопрос По теме Но По касательной В 1944 году Крымские Армяне Вместе с Крымскими Татарами Греками Болгарами Были Депортированы Из Крыма Об этом Рассказывают В армянских Школах Вы встречали В Армении Людей Которые Помнят Об этом Вы знаете Я об этом Знаю Лично я И есть Армяне Которые Тоже Об этом Знают Но я Не присматривалась Детально К школьной Программе Это очень Хороший вопрос Я на него Тоже Обращу Внимание Спасибо Но я Действительно Знаю Что есть Такие Армяне Которые Об этом Говорят Об этом Очень Подробно И много Говорили В Украине В связи С крымскими Татарами Но вот То что Там были И армяне И другие Нации Я честно Сказать Очень скользко Об этом Слышала Алена Было Помещение Мы Мы просто Создали В этот Три Говорить В Украине Которые Рассказывают Своим близким Находящимся В Армении Как мы И чем Мы помогаем И это Очень изменяет Ситуацию Я За последнее Время Действительно Были Различные Частные Какие-то Высказывания Определения Частных Лиц По отношению К Украине Но На государственном Уровне Я ни разу За все это Время Это больше Года уже Не слышала Никаких Высказываний Или запретов Или чего-то Что бы могло Помешать В нашей работе Более того Недавно Премьер-министр Пашинян У него была Такая Пресс-конференция Онлайн Он сказал Что у нас Демократия Если украинцы Хотят выходить И выражать Свободно Свои мысли То мы Ничего не имеем Против Алена Вы Жили Учились Работали В Одессе Что вы знаете Об армянской Общине Одессы Чем она живет Какие у нее Были интересы До войны Что случилось После Действительно Я о ней знаю И не понаслышке Так сложилось Что мои дети Армяне Когда мы Приезжали Дольше Чем Два-три Месяца В Одессу Я всегда Так шизила Что в Армении Мои дети Приходили В украинскую Общину Учили Украинский Язык А в Одессе Я их Приводила В армянскую Общину Мой сын Чуть-чуть Дольше Дочь Не так Долго Но мой сын Посещал Армянскую Более Язык Русск Более Язык Язык Русский Язык Более Более Вы можете Объяснить Эту статистику Да Естественно Ее можно Объяснить Многие Армяне Все-таки Те кто Во втором Поколении Те кто Не жил В Армении Естественно Что Для них В основном Родной язык Русский Был А потом Уже Армянский А те кто Жил на землях Где говорили в основном на украинском, они считали родным украинский. Здесь русский язык, в Армении, это не язык агрессора, как для Украины. Это тот язык, который понимают абсолютно все. И нам, украинцам, здесь пришлось к этому привыкать. Это непросто было, потому что, чтобы общаться с армянами, нам приходится использовать русский язык. Между собой очень часто мы общаемся на украинском, но русский нам приходится использовать. И мы просто договорились, что мы будем его использовать не как язык агрессора, а как тот язык, который понимают армяне. Даже дипломатическая миссия из Украины использует русский язык для того, чтобы говорить на одном языке с армянами. Так проще воспринимать эту ситуацию. Елена, бегут ли армяне Украины куда-то кроме Армении? Ну, например, в любимую Францию? Да. Я думаю, что, как и все украинцы, армяне разъезжаются по разным уголкам земли. В Армении очень большая разветвленная диаспора, и они, естественно, выбирают всегда поехать туда, где есть близкие родственники, возможность устроиться. И в основном все люди, которые разъезжаются, я всегда этот вопрос задаю нашим беженцам, армянам. Хотите ли вы вернуться домой? И все хотят вернуться в Украину. Практически нет людей, которые говорят, что мы пытаемся пустить корни здесь. Нет, они все говорят, что мы хотим домой, потому что у нас там обеспеченная, успешная и счастливая жизнь была. Алена, вы знаете что-либо об армянских ополченцах, которые входят в состав украинских вооруженных сил? Да, знаю, потому что я подписана на армянские и украинские ресурсы. И я даже знаю человека, который ведет учет, к сожалению, погибших воинов в борьбе против агрессора. Счет, я могу ошибиться, но уже больше 70 армян отдали своей жизни за Украину. Я думаю, что еще будет момент, и еще об этом будем много говорить. Сейчас просто все делают, засучив рукава, просто делают каждый то, что может. Но всегда нужно отдавать дань тому, что армяне выбрали быть вместе с Украиной в этот трудный момент. Олена, вы не забываете свой родной украинский язык? Нет, конечно, мы разговариваем. Я сказала, что мы каждый день тут в офисе с нашими украинцами разговариваем украинской мовы. И у нас есть много занятий, курсов, разговаривающие клубы, показы фильмов украинской мовы. Поэтому мы не можем забыть. Все наши информационные ресурсы мы украинской мовы. Олена, спасибо. Большое спасибо, Елена, за беседу. Удачи. Нашей собеседницей была экономист и волонтер Елена Шевчук. Традиционная рубрика «Писатели о беженцах». Не только об украинских беженцах. Вот отрывок из романа британской писательницы Кристи Лефтери, хранитель пчел из Алеппо, герои романа «Беженцы из Сирии. Время действия. Наши дни». Люси Фишер не задает много вопросов, но объясняет, что скоро нам предстоит встреча с сотрудником иммиграционной службы. Она поправляет на носу очки и мягко, но очень внятно заверяет меня, что как только мы получим документы, подтверждающие наше заявление о предоставлении убежища, Афра сможет обратиться к врачу насчет боли в глазах. Люси Фишер смотрит на мою жену, точно так же сомкнув на столе руки. Это кажется мне странным. Затем она протягивает стопку бумаг, пакет документов из Министерства внутренних дел с информацией, как подать заявление, о наших правах на получение убежища, о проверке политической благонадежности, деталях проведения собеседования. Я бегло просматриваю листы, а Люси Фишер терпеливо ждет. Вы имеете право остаться в Великобритании в качестве беженца, при условии, что не можете жить в безопасности в любом регионе вашей страны, поскольку опасаетесь гонений. В любом регионе, спрашиваю я, вы отправите нас в другой регион? Люси Фишер хмурится, распрямляя прядь волос. Рот ее вытягивается в линию, будто она съела что-то противное. Вам следует упорядочить вашу историю, говорит она. Подумайте, что лучше сказать сотруднику иммиграционной службы. Убедитесь, что говорите связно и как можно более прямолинейно. Вы можете отослать нас обратно в Турцию или Грецию? Что в вашем понимании значит гонение? Говорю я громче, чем намеревался. Моя рука вздрагивает. Потираю на запястье толстую красную полосу стянутой кожи, вспоминая острое лезвие. Лицо Люси Фишер расплывается перед глазами. Руки трясутся. Я расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки, пытаясь унять дрожь. Здесь жарко, говорю я. Она что-то отвечает, но я не слышу. Вижу лишь, как шевелятся губы. Люси Фишер встает. На стуле нервно ерзает афра. Из крана льется вода. Шумит, словно поток реки. Вижу металлический блеск, как от ножа. Люси Фишер закрывает кран и идет ко мне, вкладывая в мою ладонь стакан. Затем подносит его к моим губам, будто я ребенок. Выпиваю всю воду. Люси Фишер садится. Вижу ее отчетливо. Она напугана. Афра кладет руку мне на колено. Трещат небеса и льется дождь. Сплошным потоком. Даже хуже, чем на острове Лерос, с его пропитанной дождем и морем землей. Люси Фишер что-то сказала, но ее голос скрыт за завесой воды. Она произносит. Враг. И хмуро смотрит на меня. На белом лице проступает румянец. Простите, говорю я. Я сказала, мы здесь, чтобы помочь вам. Я слышал слово враг. Люси Фишер распрямляет плечи и поджимает губы, потом смотрит на афру. Заметив на лице женщины вспышку гнева, я понимаю, о чем говорил марокканец. Однако злится она не на меня, даже не видит меня толком. Я всего лишь сказала, что я вам не враг. В голосе женщины звучат виноватые нотки. Ей не следовало говорить этого, просто сорвалось с языка. Я вижу, как она нервно теребит прядь. Ее слова висят в воздухе. Даже когда она собирает вещи или говорит с женой, которая в ответ лишь кивает. Надеюсь, вы в порядке, мистер Ибрагим, произносит перед выходом Люси Фишер. Хотел бы я знать, кто же мой враг. В рубрике «Писатели о беженцах» прозвучал отрывок из романа британской писательницы Кристия Лефтери, «Хранитель пчел» из Алеппо. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор» моментальной истории жизни. «Гуманитарный коридор» «Гуманитарный коридор» Субтитры создавал DimaTorzok